Шалом, дорогие друзья! Мы с вами начали вот такой вот очень важный отрезок времени с Песоха до Шавуота. В Песох мы получили много-много вот такого духовного заряда. И сейчас мы с вами, весь еврейский народ, считаем день за днём счёт Омара. Мы считаем и движемся в направлении дарования Торы праздника Шавуот. Итак, я бы хотел сказать пару, вот три очень важных момента про дарование Торы. Как бы я хотел бы, вот я постараюсь ложиться в пять минут, чтобы было всем удобно смотреть. Какие три момента? Во-первых, кто получал Тору? Где? И когда мы получаем Тору? Итак, кто же получал Тору? Мы знаем, что еврейский народ поднялся на гору Синай. Но мало известно, что Всевышний предлагает Тору абсолютно всем народам мира. Всевышний создаёт всех людей. Он всех одинаково любит. Все по образу и подобию. И вот Всевышний, сам Всевышний ходит по народам мира, написано в Талмуде, в Медрашах, что он всем предлагает Тору. И многие отказываются. Кому-то не нравится запрет воровства. Они говорят, что там написано? Не воровать. Не-не-не-не, нам не подходит. Кому-то не нравится, что нужно строить кошерную семью, нельзя там заниматься развратом. Многим не нравится. Не-не-не, это не для нас. Но евреи сразу согласились. Они сказали волшебные слова, про которые в Талмуде очень много написано. И написано даже, что ангелы удивились, откуда, и сам Всевышний удивился, откуда они знали вот эту вот формулировку, которую мы все знаем, на асе, внишма, будем делать и будем постигать то, что мы делаем. Но про эту формулировку отдельно нужно говорить. Но она была, нужно её упомянуть. И вот еврейский народ получает Тору, они сразу соглашаются. Им подходит, что не заворовать. Им подходит, что нельзя все остальные вещи, которые другим не подходило. Им всё подходит. Даже есть такой анекдот. Спрашивают, почему Всевышний дал две скрижали? Муша спускается с двумя такими камнями, и то, что мы называем скрижалями. Тут пять заповедей, тут пять заповедей. Почему именно две? Напиши на одной десять. В чём проблема? И говорят шуточно, что евреев спросили, хотите Тору? Они спросили, а почём? И Бог говорит бесплатно. Они говорят, давай две, поэтому две скрижали. Но это абсолютно неправильно, и это вообще такая глупая шутка, потому что евреи были готовы, мы, наши праотцы, египетское рабство нас подготовило к дарованию Тору, и мы готовы были принять на себя вот эту вот систему, не воровать, работать над собой, духовный рост и так далее, и так далее. Итак, на вопрос, кому же Всевышний хотел давать Тору? Всему миру. Всему миру Создатель приходит и говорит, ребята, возьмите мою систему, будем вместе жить вечно. Будем духовно развитыми. Но многие отказались, евреи согласились, но среди еврейского народа там присоединились очень много людей, написано из Египта вышло очень много разных народов, то, что мы называем Эр-Эв-Раф. То есть нужно понимать, что Всевышний открывается всему миру. Дарование Тора – это не что-то такое частное, такое, вы знаете, там, кому-то сон приснился, он пошел что-то рассказал и так далее, и так далее. Дарование Тора – это публичное, максимально публичное открытие Всевышнего всему миру. Точно так же, как весь мир знал про открытие моря, что море открылось, об этом знали все, и все водоемы в мире открылись. Точно так же, дарование Торы абсолютно весь мир знал, что сейчас дают Тору, Бог открывается тому, кто хочет его принять, тому, кто пускает Бога туда, Бог и идет. И все об этом знали, но просто многие отказались. Это очень важный момент, кому Бог хотел давать Тору всем людям. Евреи на себя это принимают, народы, которые хотят с ними быть, присоединяются и все вместе поднимаются на гору Синак. Это первое, что я хотел вам сказать, что это было публично, это не было нашептано кому-то одному, а он потом всем рассказал, что все слышали Бога на горе Синай. Это раз. Во-вторых, где же было дарование Торы? Это второй вопрос. То есть, вначале кому? То есть, были люди, был Всевышний. Это между кем и кем был диалог. Где и когда? Где? В пустыне. Почему не в Иерусалиме? Почему не в городе, не знаю, Хевроне, где похоронены працы? Потому что Бог хотел сказать как минимум два важнейших урока, что Тора не привязана к месту. Тора, она актуальна везде, в пустыне, где нету никакой коммуникации, нету метрополисов, никаких городов. Вот там тоже нужно соблюдать. Это первый урок, что Тора не привязана к Иерусалиму. И человек, чтобы не говорил, ну я же живу там в Кишиневе, почему я должен соблюдать? Нет. Тора дана была в пустыне, в нейтральном месте, чтобы показать, что она не привязана ни к какому городу. Тора актуальна везде. Это первое, что мы учим из пустыни, как минимум. А во-вторых, тоже очень важный такой вот момент, что пустыня, по ней все ходят, топчутся. И никто как бы не говорит ей спасибо, ну я так в кавычках. И пустыня это такое место, по которому все ходят, ходят, ходят. И пустыня всем разрешает. Это такая вот метафора. И точно так же должен быть человек. Ну это нужно знать пропорции, но если тебя оскорбляют, иногда нужно, хорошо, я буду как пустыня. Я хочу быть скромным. То есть Мошер Абейну был самый скромный. Там были доносчики среди евреев, Датан и Аверам, которые его подставляли. Они донесли фараону про него. Они хотели, чтобы его убили. А он с ними возился, отвечал на их вопросы и так далее, и так далее. То есть Мошер Абейну, человек, который спустил Тору в этот мир, это могло быть именно через него, потому что он был самый скромный. Как та пустыня, по которой все ходят, топчутся. Она всем рада, давайте приходите еще. И вот только такой человек, как Мошер Абейну, вот эта вот невероятная скромность, самый скромный людей среди всех, так Тора его называет, именно он смог спустить Тору. И здесь это подчеркнуто, что Тора была одна в пустыне, потому что если ты хочешь по-настоящему владеть Торой, ты должен иметь это качество, что тебе иногда плюют в душу, а ты молчишь. Но это тоже нужно знать пропорции, когда и где. Это тоже отдельное занятие, отдельная мудрость. Но есть вот такой вот элемент. То есть пустыня была дана еще раз, потому что Тора не привязана к месту, и пустыня была дана, потому что был Мошер Абейну. И те, кто хотели знать Тору, великие еврейские мудрецы, они все обладали качеством скромности, похожей на ту пустыню, по которой все топчутся, и она все равно всем разрешает по ней ходить. Вот такая вот метафора. Это второй момент, мы обсудили где. Теперь, когда? Дарование Торы было на горе Синай, это мы знаем. Но дарование Торы, повторное принятие Торы у еврейского народа повторилось на Пурим. Написано, что на Пурим, из-за того, что Бог сделал такое прекрасное чудо, они приняли на себя Тору еще раз из любви. На горе Синай, это было дарование Торы, написано, что Бог поднял над ними гору, и сказал, смотрите, вы сейчас не принимаете Тору, так нет смысла существовать без Торы. Над ними гора, а есть такие мудрецы, которые маршо объясняют, что их просто закупорили в гору, и сказали, вот там будет ваша могила. Либо гора была сверху, над ними как бы нависла, либо они были внутри горы, это не сильно важно, не принципиально. Но главное знать, что вот на горе Синай был такой элемент, что нас заставили принять на себя Тору. Нам объяснили, что если вы не принимаете на себя Тору, нет смысла существовать. Если вы не умеете коммуницировать с источником жизни, с Богом, а как вы будете жить? Был такой элемент. Поэтому в Пурим еврейский народ принимает на себя Тору из любви, не потому что гора над нами, смертельная опасность, а потому что мы любим Тору. И нужно знать, что дарование Торы не закончилось на горе Синай. Оно продолжалось на Пурим. А еще больше я вам скажу. Написано, слушайте заповеди Бога, ГАЙОМ. Сегодня, объясняют мудрецы, сегодня. Что значит сегодня? Что каждый день Тора должна быть для тебя, как новая. То есть у нас дарование Торы, оно обновляется постоянно, ежедневно. Мы принимаем на себя Тору еще больше. Человек постигает, кто такой Бог, еще больше, растет на разные духовные уровни, еще и еще. И фактически дарование Торы возобновляется и улучшается ежедневно. ГАЙОМ. Соблюдайте мои заповеди сегодня, чтобы они были к их одочим, как новые. И мы получаем Тору каждый день. Где мы это еще наглядно видим? Мы говорим Богу каждый день. НОТЕН ГАТУРА. Ты не дающий тогда Тору, А ТЫ НОТЕН, это Present Continuous Tense. Мы учились в школе, это время английское. Это по-русски правильно как сказать. Это процесс, который продолжается. НОТЕН ГАТУРА. В настоящем времени дарование Торы продолжается ежедневно, а кто умеет, ежесекундно. И это то, что я хотел сказать. А, еще важный момент. Многие тоже не знают об этом. Это говорил Любойши Шапира, Зихраноц Алик Лебраха. Он объяснял, что мы читаем Тору в шаббат, в понедельник и в четверг. Чтобы мы, как бы все люди понимают, что должна быть Тора, как минимум, там это учим из разных мест, что хотя бы раз в три дня ты должен иметь соприкасание к Торе. Теперь, а если я учу Тору каждый день, зачем мне слушать чтение Торы в понедельник, в четверг и в субботу? Зачем это надо? Я и так бездень в Торе. Допустим. Объясняет Любойши Шапира, что когда выносят свиток в понедельник, в четверг и в шаббат, это не просто чтение Торы, а это мини-дарование Торы с горы Синай. Как он это объясняет? Мы же видим, что когда выносят Тору, там по закону должны стоять Троя, которые читает, еще возле него человек, и еще который выходит, ну, говорит благословение. Зачем нужно Троя? Точно так же, как на горе Синай. У нас был Всевышний, были люди, народ Израиля, другие народы, которые присоединились получать систему божественную, и был Машу Робейну, который был между ними, как бы, наводил между ними коммуникацию, как самый развитый духовный человек. То есть было Троя на горе Синай, и в понедельник, в четверг, в субботу, когда выносят свиток, тоже должно быть Троя, потому что это такое публичное принятие Торы еще раз и еще раз. И так, я в пять минут не уложился, вот уже сейчас десятая минута идет, но нужно запомнить, кому давали Тору, кому хотел Бог дать Тору, всему человечеству. Бог хочет, чтобы все люди были с ним. Это очень важно. Он никому там не шептал по-тихому, это все было публично, открытие моря все знали, казни египетские все знали, дарование Торы, все международные СМИ, все только это обсуждали, все знали. Кто хочет, приходите, но многие отказались. Где? В пустыне. Тора не привязана к месту. И нужно иногда проявлять качество, что вот по тебе топчутся, а ты все равно этого человека любишь. Ну, нужно знать, где и когда. И в-третьих, когда дали Тору, конечно, началось дарование Торы на горе Синай, но оно продолжается ежедневно, ежедневно, и даже вот по законам дарования Торы на горе Синай трое должны быть, мы поднимаемся на Биму, это наша гора Синай, и выносится свиток в понедельник, в четверг и в шаббат. Вот так вот, 11 минут, немножко про праздник Шавод, всех с наступающим праздником, продолжаем готовиться вместе к празднику Шавод. Спасибо большое за внимание.